Страх, непонимание со стороны близких, отчаяние, тревога. Все это каждый день проживает женщина, которая столкнулась после родовой депрессии. По статистике в России их около 20%. И эта цифра говорит только о тех, кто обратился за помощью к специалистам. Стоит отметить, что депрессия выявляется у всех по-разному. У кого-то сразу после родов, а у других спустя 2-3 недели. И в худшем случае может продлиться до двух лет. Важно определить ее признаки и вовремя обратиться к врачу. Первые признаки, конечно, должна заметить сама женщина и ее близкие. Она проявляется первой раздражительностью, апатией, суицидальными мыслями. Очень часто бывает раздражительность именно к ребенку. То есть даже его плач не приносит ей никакой радости. Она чувствует себя, что она находится в безысходности, загнана в угол. По словам психиатра, есть пациентки, с которыми очень сложно работать. И выходить из данного состояния. Все потому, что изначально основной причиной депрессии стала нежеланная беременность. И неготовность к материнству. Есть еще и другие случаи, когда резкие гормональные нарушения происходят. Есть наследственная предрасположенность. И вот именно эта ситуация является толчком к тому, что эндогенные заболевания выходят, аффективные заболевания выходят на первый план. Это же все равно стресс для организма. Сами роды, беременность. И здесь, где тонко, там и рвется. В Дагестане к послеродовой депрессии относятся несерьезно, списывая все ее признаки на капризы и манипуляции, утверждают специалисты. По этой причине многие новоиспеченные мамы скрывают стресс и не обращаются к врачу. Одна из коспичанок на своем примере рассказала о том, как депрессия повлияла на ее жизнь в тот период. Эмоциональное мое состояние было очень подавленное. Я не хотела никого подпускать к себе. Мне было очень плохо. Я переживала этот период. Я как бы связываю это с гормональной перестройкой своей. Ну, что сказать. Я даже своего старшего ребенка к себе не подпускала. До такой степени мне было плохо. Просто я не хотела никого видеть, ни с кем разговаривать. Вы же знаете, как у нас в Дагестане в гости приходят все. Сразу же после родов не хотела никого видеть. У данного диагноза несколько видов – невротический, маскированный и меланхолический. Первые два протекают в более легкой форме. Они могут не принести глубокого вреда здоровью. А вот последний – меланхолический, самый жуткий. Девушка может страдать глубокой депрессией, самокопанием, замкнутостью, отстраненностью. Если вовремя не начать лечение, это может перетечь в послеродовой психоз. У нас был случай, когда больная в послеродовой депрессии, так как она не обращалась, не жаловалась, не принимала никаких препаратов, она выпрыгнула из окна. Вот так вот, да. Брут, да, у нас. Вот, дальше, значит. Ну, есть, не всегда, конечно, это считается, что до одного процента из случаев всех послеродовых депрессий могут перейти в послеродовый психоз. Это не единственный случай, когда девушки послеродов теряли контроль над своим эмоциональным состоянием и были склонны к суицидальным действиям. Для того, чтобы не допустить необратимых последствий, стоит наблюдаться у специалистов еще во время беременности, у нейропсихологов и психотерапевтов. Мы готовим на этапе планирования. То есть они, когда к нам приходят вставать на учет, мы сразу записываем нашу школу. У нас есть определенные уроки и последний урок, объемная тема, именно послеродовой депрессии посвящена. Мы всех наших женщин готовим заранее и они поделены на сроки. То есть на этапе планирования она к нам проходит, в 12 недель она к нам проходит, в 30 недель и в 38. И также после рода у нас поделено. То есть мы каждый этап, каждый период мы готовим. Каждый вторник в актовом зале поликлиники Каспийска в 13.30 школа материнства «Мама плюс я» проводит бесплатный курс лекций для беременных и новоспеченных мам, где каждая желающая может узнать для себя что-то новое, а самое главное – попросить помощь.